Из антропологии нам известно, что самыми древним человеком считается род Homo habilis, или человек умелый, останки которого датируются 2,8 миллионов лет назад. Но как определить набор умений, которыми обладал человек тех времен? Ведь не то, что писать, а и говорить тогда не умели, так что никаких свидетельств не сохранилось. А определяют умения по предметам, которые находят вместе раскопок. Лежит, например, рядом с останками каменный топор, который современными методами химического анализа датирует тем же периодом, что и сами останки, значит топор этот найденным человеком и был сделан. А вот с огнем дело обстоит немного сложнее. Ведь если топор не может в природе появиться сам по себе, то огонь может появиться как вследствие удара молнией, так и в процессе гниения органических веществ. Если археологи находят обожженную глину или след от огня, то можно ли однозначно сказать, был это искусственный костер или нет? Даже если место вокруг следов огня выложено камнями и выглядит так, будто их уложили вручную, то всегда существует. Вероятность того, что потоки воды при сильном дожде принесли камни к дереву, а затем в дерево ударила молния. Дерево сгорело, человек ни при чем, но выглядит место как искусственное кострище. С каждой подобной находкой возникает масса споров и критики. Более того, следы использования огня ничего не говорят об умении его добывать. Ведь стихийно возникший источник огня вполне мог быть перенесен в пещеру и там поддерживаться на протяжении долгого времени. Поэтому на сегодня все находки старше одного миллиона лет не могут однозначно свидетельствовать о том, что человек того времени мог пользоваться огнем и тем более добывать его. Более не менее убедительные следы использования огня появляются 350-400 тысяч лет назад, когда находят явно обожженные орудия труда и многослойную золу. А после 350 тысяч лет огонь уже использовали полным ходом, найдено большое число хорошо сохранившихся очагов. Люди быстро осознали преимущество горячей пищи, которая оказалась вкуснее, хотя это вряд ли вообще волновало наших далеких от гурманства предков, и самое главное, гораздо лучше усваивалось и была значительно более питательной, чем Сырая? Именно новая диета, основанная на приготовленной пище, за несколько сотен тысяч лет превратила наше тело в современный вид с относительно широкими плечами и узким тазом. До этого существовала необходимость в более объемном пищеварительном тракте, и грудная клетка была узкой сверху, расширяясь и переходя в большой таз снизу. Вопрос о способах добычи огня остается открытым до сих пор. Широко распространенное использование на стоянках древних людей свидетельствует о том, что огонь умели не только поддерживать, но и добывать, но каким именно образом, неизвестно. По крайней мере, Homo sapiens, представителями которого является современное человечество, уже 50 тысяч лет назад не мог обойтись без огня. Любая, даже небольшая стоянка, содержит следы золы или кострищ. Спонсор выпуска интернет – магазин Мосигра. Настольные игры, для развлечения, на логику, стратегические для одного и для компании, на самые разные темы. Всего не перечислить. Ссылка на магазин в описании под роликом. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До новых встреч. До новых встреч.